Всем привет! А у Рика вновь вас приветствует тоже. Позавчера у Рике исполнилось уже два месяца. Девочка наша растет. Повадки уже как у взрослой становятся. Мы вылечились, не так давно излечили свою перхоть. Тяжело и сложно это было, но мы ее победили. Нам поставили неверный диагноз в лаборатории. Поначалу лучше пришлось все самим, своих, так скажем, опытом личным. Теперь мы здоровые и рыжие. И почему-то вот такие ушастые. Да, у Рика? Ну все, все, не бойся. Не бойся, моя девочка, не бойся. Все равно боишься. Там Акиба лает. А ухи, ухи, ухи. Дома у нас начался период нычек. Все, что мы не съедаем, мы прячем. Мы прячем очень наивно. Так что кошки очень довольны. Подъедают. Да, у Рика? Глупенькая. Надо не в уголок прятать, а закапывать. Да, уже собрали коллекцию игрушек. Собственных игрушек причем. Которые только ее. Больше ничьи. Даже мне не всегда их отдает. Шипит. Скалится. Делает так, уши так назад. Сейчас вы видите, как Аурика играет дома. Но это было неделю назад. Растет девочка очень быстро. Меняется. Можно сказать, каждый день. Вчера взвешивались. Весили 2 килограмма 80 грамм. Рика у нас уже вступила, можно сказать, в режим, как у взрослой лисы. Ночью спим. Рано утром просыпаемся. Потом часов до 10, до 11 мы активно играем, едим. Потом ложимся спать. И часов до 5. Это я знаю, так взрослые лисы делают. В 5 часов опять просыпаемся. Опять скачем, как сумасшедшие. Пока нас спать не уложат. Да, Аурика? Очень любит новые игрушки. В свою коллекцию добавляет. Ну, что важно, не рвет их. Вот, высоко сижу, далеко гляжу. Ай, красотень моя рыжая. Да, как клево, а ты все в траву лезешь. Все, посмотрела округу. Ладно, ты не стесняйся. Вот такие, как у кошки. Оп, спрятались. Оп. Ходит, не слышно и не видно причем. Опочки. Грязненькие коготочки. И пузички, какие пузики, пузики. Пузики, пузики. Вилья пузико. А тут можно? Пузико, 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 пузико. Нас спрятала. Да, это ноги длинные просто. Не, Настя приняла. Ну, так я же говорю, ноги просто длинные, не знают, куда деть. Все тебя гладят. Все тебя гладят. У меня коз пушистый станет. Еще нет. Хвостик, хвостик. У нас все питание идет на уши. Весь рост. Угу. Да, все гладят. Той-то там. Погласил. Что это кошек она знает? Она знает, что можно кошку за хвост цапнуть, пока кошка что-нибудь ест. Как вы сейчас можете все наблюдать, аурика выросла. Но с ней приключилась очень интересная история. Если вы сейчас обратите внимание на вот эти исследования, которые мы сделали по поводу заболевания аурики. В этих исследованиях указано, что лисичка больна микроспорией. Вот. Ну, мы отправили в лабораторию образцы ее шерсти с частицами, как бы это сказать, перхоти такой своеобразной, жирной. Нам пришел ответ, микроспория. Ну, в лаборатории это люди умные, правильно? Мы тоже не дураки. Мы послушали умных людей. И начали лечить аурику от микроспории. То есть микроспория или трихофития, небольшая разница. Что, скажем так, это такое в простонародье? В простонародье это лишай. Чаще всего стригучие лишай. То есть, как бы ты ни хотел, при данном заболевании должны быть залысины и округлые формы, лысые участки на коже. Вот. Ну, так как мы отправили анализы, первый раз нам пришел результат микроспория. Мы думали, мало ли люди ошиблись. Что-то не так проверили там. Мы отправили еще раз. Еще два варианта. Один раз, второй раз с лисой. Те же самые результаты отправили. И те же самые результаты с собакой. И еще два ответа тоже пришли с микроспорией. А микроспория значит микроспория. Мы прокололи ей препарат Вагдерм, который именно предназначен для таких заболеваний. И назначили ей лечение. Но от этого стало только хуже. То есть, очаг вот этого заболевания начинался у нее на лапках. То есть, на задних лапках. А потом распространился у нее полностью. Все голова, ушки были в этих струпях. Вот правильно, как сказать. Вот сейчас вы можете видеть на фотографиях, как это выглядело у нее. Но после того, как мы поняли, что это действительно не микроспория, так как препараты, предназначенные для лечения этого заболевания по установленному диагнозу лабораторий, не имеют никакого действия в положительную сторону. Мы все-таки склонились к собственному мнению, к мнению Михауна, которая постоянно занимается у Рика, которая пробраздила весь интернет и определила, что это все-таки хейлитиоз. То есть, это не подкожный клещ, а наружный клещ. Ну, скажем так, клещ, которого видно только под микроскопом. Визуально не видно. Но симптоматика показывала, что при хейлитиозе температура повышается. И вот как раз вот такая картина струпьев. То есть, жирные такие выделения. И назначили лечение от хейлитиоза. Это обычные капли против хейлитиоза для кошек. Через два дня струпья попали, температура исчезла. Лисенок стал активным, стал правильно есть. Логично. Ну, так же было дело. И мы удивились о том, что, как бы сказать, микроскопом можно вылечить каплями от хейлитиоза, предназначенных для кошек. Если сейчас на канале нас кто-нибудь смотрит из ветеринаров или врачей, которые понимают, что такое микроскопория и хейлитиоз, спросим у вашего мнения. Нам повезло? Или микроскопория лечится каплями от хейлитиоза, или это все-таки был хейлитиоз? Вот. И интересно. Ну, наше предположение, что, как бы, уважаемая клиника ошиблась трижды. Причем взяв за это некоторую сумму денег в виде гонорара за анализы. Когда мы попытались позвонить в эту клинику и пообщаться, ну, то есть, мало ли, может быть, действительно микроскопория так лечится. Ну, там просто бросили трубку и попросили обратиться к лечащему врачу. Вас приветствует лаборатория «Нуклеом». Для того, чтобы оставить заявку... Там дело в том, что я отправлял со Смоленска три раза анализ на лесу. Один раз этот же самый образец я под видом собаки отправил с разными адресами. По всем трем показателям пришел результат микроскопории. А врач поставил диагноз, что это хейлитиоз. И лечили мы животное от хейлитиоза, оно выздоровело. Вот я хотел спросить, препараты от хейлитиоза, они могут лечить микроскопорию? Мы не даем заключения по каким-либо лекарственным препаратам. Ну, я понял. Но вы же понимаете, что микроскопория и хейлитиоз – это две большие разницы. И лечение совершенно разное. Я просто хочу разобраться в этом и обнародовать это интересное событие. То есть, рассказать людям в интернете, каким образом еще можно лечить микроскопорию. Микроскопорию, то есть, средством от хейлитиоза. Я думаю, у многих вопросы появятся. Хотелось бы со специалистом пообщаться, прежде чем я это выкину в свет, чтобы, может быть, он мне как-то объяснит ситуацию, что да, действительно, микроскопория лечится, средством от хейлитиоза. Передайте ему мой номер, пускай со мной свяжется. Он и в любое время, когда ему будет удобно. Хорошо? В какой клинике вы сдавали анализы? В какой клинике я сдавал анализы? Да. Это сейчас не имеет значения, в какой клинике я сдавал анализы. Это имеет значение, в какой клинике вы сдавали анализы. Объясните мне, в чем разница, в какой клинике я сдавал анализы? В чем вообще можно? Потому что нам нужно посмотреть ваши анализы. Анализы надо посмотреть. этих вот так вы их уже смотрели у меня заключение на руках ваши именно вот такие вот интересные новости по поводу аурики но сейчас аурика полностью жива-здорова нигде никаких не залысин не проплешин не расчесов нет то есть это еще раз говорит о том что диагноз был поставлен неправильно кто кто что может сказать по этому поводу то есть может быть мы ошибаемся мы же не утверждаем того что именно так ну по нашему мнению это именно не микроспория было ахиллитиоз судите сами вы можете еще раз посмотреть на исследование из лаборатории трижды трижды присланные и на фото где видно как выглядело до этого аурика кстати хочу обратить еще внимание на фотографиях где показаны исследования лабораторные там не везде написаны леса потому что третье мы решили сравнить но анализы те же самые образцы те же самые но в одном месте мы написали собакам то есть проверить может быть у собаки что-нибудь другое найдут нет трижды микроспория никак но лечили я еще раз повторюсь отхиллитиоза каплями для кошек судите сами все всем пока михалова всем пока да ставьте лайки подписывайтесь на канал нажимайте на колокольчик мы не знаем почему кнопку после 30 тысяч еще не подключают видимо время какое-то должно пройти но мы очень рады что у нас собралось больше 30 тысяч у нас все таки смотрят и мы рады что мы ведем не бесполезную свою работу очень рады всем новым подписчикам да 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 так что всем пока